Выход в эфир клипа российской группы Ленинград с лаконичным названием «Сиськи» взорвал интернет и неожиданно принес популярность вчерашней студентке школы-студии МХАТ Любови Константиновой. Представшая перед зрителями импульсивная и целеустремленная девушка с грудью скромных размеров обрела тысячи поклонников за считанные дни и прославилась на всю страну. Любовь Андреевна Константинова родилась в Санкт-Петербурге 21 октября 1994 года. Еще в пять лет Любе досталась роль в театральной постановке в детском саду, где девочка увлеклась сценой. Затем последовала детская театральная студия, занимаясь в которой Люба уже не сомневалась в выборе будущей профессии. О родителях Люба предпочитает не рассказывать в своей биографии, поэтому все, что о них известно, это фото на странице актрисы в Инстаграме. Окончив школу, Любовь отправилась в Москву, где перспектив для юной актрисы, несомненно, больше, чем в родном городе. То ли удача улыбнулась девушке, то ли талант и целеустремленность сыграли свою роль, но она одновременно поступила в два престижных театральных вуза российской столицы – ГИТИС и школу-студию МХАТ. Старинное здание, талантливый руководитель школы-студии покорил сердце Любы. Выбор был сделан в пользу последней. Но проучилась девушка всего там один год, после чего вернулась в родной Санкт-Петербург. Люба рассказывает в интервью о том, что Москва не давала ей вдохновения, она чувствовала себя как в муравейнике. Вернувшись домой, Любовь поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Там Константинова получила высшее образование на факультете актерского искусства и режиссера. В 2016 году она получила диплом актрисы театра и кино, но первые шаги в кинематографе давались Любе по ее признаниям нелегко. Оказавшись перед камерой, девушка впадала в панику. Тем не менее, продолжение своей карьеры без кино Любовь уже не рассматривала. И сейчас ждет ту самую важную роль, которая случается в жизни каждого великого актера. Сразу после окончания института в 2016 году Люба начала свою карьеру в молодом профессиональном городском театре. Руководил которым Сергей Черкасский. Знакомый девушке по институту. Затем Константинову приняли в Петербургский академический малый драматический театр. Называемый Театром Европы. На сцене Театра Европы Люба играет и сейчас. В том же 2016 году состоялся и дебют актрисы театра в кино. Люба получила сразу одну из главных ролей в киноленте Алексея Козлова «Золотой транзит». Константинова пришла в восторг от работы на съемочной площадке. И признается в своей уверенности в том, что это только начало ее кинокарьеры. И судьба тут же подтверждает слова девушки. Еще до конца 2016 года Люба снова получает предложение о съемках. На этот раз роль в мини-телесериале «Колодец забытых желаний». Причем Люба снова снимается в главной роли. Играет молодую Веронику Пашилову. На этом успех молодой актрисы не закончился. Директор по кастингу агентства «Фэнси Шот», приметившая Любу еще во время учебы в институте, обратилась к ней с предложением сняться в клипе «Ленинграда сиськи». Учитывая, что творчество группы «Ленинград» Люба любила еще до съемок в клипе, на кастинг она отправилась с удовольствием. Как рассказывает девушка в интервью, на кастинге режиссер поставил задачу рассказать на камеру о том, как Любу бросил любимый мужчина. С этой ролью Люба справилась блестяще. По ее словам, вжиться в образ помогла реальная ситуация из личной жизни девушки. Фронтмен группы присутствовать лично на съемках не смог, но даже это не испортило Любе впечатление о работе. Кстати, в интервью девушка подчеркивает, что в ряде эпизодов клипа грудь ей специально утягивали, чтобы она казалась меньше. Хотя на самом деле Люба не имеет такой проблемы, как героиня клипа. В 2017 году актриса сыграла одну из ключевых ролей в остросюжетной мелодраме «Наживка для ангела». Ее героиня Ида Пантелеева, которую семья потеряла в пятилетнем возрасте и нашла через много лет. К радости поклонников Любовь Константинова не замужем. Свою любовь она еще не повстречала. Да и с созданием семьи предпочитает не торопиться. Сейчас девушка всей силы и время отдает карьере. И только единственное фото в инстаграме со дня святого Валентина в компании загадочного молодого человека намекает на то, что сердце Любы не свободно. В свободное время девушка посвящает чтению книг любимых авторов Мариной Цветаевой, Эриха, Марии Ремарко, Ива Толстого, Михаила Шолохова. Кроме того, девушка с удовольствием смотрит киноленты, с грустью вспоминает музыку и фильмы времен Советского Союза, на которых она воспитывалась. И отмечает, что в современном искусстве нет глубины и искренности. В моменты печали и опустошенности девушка перечитывает поэзию Бродского, что помогает ей жить и творить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА